Книжный свиток Ширина свитка обычно составляла 20-30 см, иногда больше. Трагедия Еврипида была написана на свитке шириной 37 см. Бывали и миниатюрные издания, например, относящиеся ко II столетию до н.э. сборник эпиграмм на женский пол был всего в 5 см. Римский государственный деятель и оратор Марк Тулей Цицерон утверждал, что видел своими глазами текст всех 24 песен Илиады, переписанный на столь тонком пергаменте, что весь свиток якобы умещался в ореховой скорлупе. Текст писали столбцами, заголовок помещался не в начале, а в конце свитка, чтобы предохранить его от стирания при частом чтении, ведь в основном изнашивалось начало свитка. Это было не слишком удобно, поэтому к свитку прикрепляли еще пергаментную ленту с сокращенным заголовком «Титулус» или же выписывали титул на оборотной стороне свитка. Древние книги в виде свитков из папируса, материала хрупкого и непрочного, хранились недолго, не более 200 лет. Высокая влажность, прямые солнечные лучи, насекомые – все это быстро губило ранние греческие книги. Богатые зажиточные греки-библиофилы смазывали свитки кедровым маслом и хранили в футлярах, поэнула или мембрана, которые складывали в специальные ящики по 5, 10 или 15 свитков. Со временем свитки все чаще стали делать из пергамента, составлялись целые кожаные библиотеки. Юридическую и литургическую литературу переписывали чаще всего именно на пергаменте, ибо он, намного лучше папируса, был пригоден для длительного хранения и активного использования.